всем привет вы на канале жукорама fpv влог и как вы уже наверное догадались спонсором сегодняшнего видеоролика будет компания cadix fpv которая предоставила мне на обзор вот этот вот замечательный вуп gofin 20 это первый вуп которая данной компании выпускает как готовый продукт давайте на него посмотрим сделаем какие-то свои выводы стоит ли его приобретать удался ли этот продукт у cadix или стоит опять внести какие-то в него доработки вот видео к сожалению будет большим я его разделю на два эпизода в первом эпизоде мы сделаем распаковку и посмотрим на конструкцию рамы на железо который как здесь используют а во втором эпизоде мы соответственно проведем настройки полностью привяжем к аппаратуре прибили к очкам и естественно полетаем а сейчас давайте приступим к самой скучной части данного видео а именно распаковки посмотрим на вуп который лежит в этой бело-желтой коробочке и такого фильм здесь мы видим основные характеристики данного вупа возможность записи в 4к с частотой кадров 60 кадров в секунду 60 fps 1080p fpv image то есть картинку вы получаете в очки с качеством 1080p это full hd вес вупа 115 грамм и это 2 дюймовый вуп и скажем так у меня были вупы от бета и в пиве этот вуп чуть больше пава 20 но значительно меньше пава 25 до логично здесь была пленочка я ее естественно уже снял и вот такая вот красота нам представлена ребят честно хочу сказать в живую вижу этот в первый раз и в общем то пока мне все нравится с этой стороны у нас коробка с аксессуарами давайте начнем с этой коробочки сначала отложим в сторону и посмотрим какие аксессуары cadix положил нам в эту коробку но в общем то здесь наверное ничего необычного здесь у нас находится фильтр nd фильтр это nd 8 который вешается на курсовую камеру также у нас здесь запасные пропеллеры пропеллеры трешки это hq пропа т2 x2 x3 gr и силу такая вот маркировка трешки это хорошо вот профиллеры в принципе под два винта под двухмиллиметровый вал серого цвета кабель usb type-c ну надеюсь не короткий до какой-то там 30 сантиметров нет кабель длинный кабель длинный в кадр не влезает где-то приблизительно но мне кажется может быть полметра вот такой вот пакетик с кабелем для прошивки мунлайта и гаечный ключик шестигранник на 2 если мне не изменяет глазомер дополнительные винтики запас тоже кстати хорошо пригодятся и дополнительный ремешок вот такой вот стреп от cadix с фермера с фирменной этикеточкой вот здесь вот ну в общем обычный тряпичный до ремешок и вот такая вот инструкция которая у нас на двух языках на английском и на китайском вот здесь вот естественно с английский язык как прибиндить как использовать вот x как настроить arm как настроить режимы с этим мы тоже будем чуть позже разбираться как сделать бинт и все здесь больше ну какой то значит есть информация что проверить перед полетом вот то же самое продублировано на китайском кто знает может читать на китайском языке и так сам малыш вот таким вот образом он выглядит ребят сразу хочу вот первое впечатление без всяких там обманок очень даже очень даже хорошая сделана добротно никаких деформации рам у меня нету надеюсь у меня все пропеллеры вращаются четко в этих самых в колодцах никаких задеваний нету хотя вот здесь вот видно что немножечко есть какая-то деформация вот этого вот колодца она он он не ровный да он не имеет такой ровный круг а какой-то вот типа эллипса здесь вот вроде ровно здесь ровно и вот здесь вот ровно но ничего не задевает с нижней части у нас располагается moon light имеется все необходимые доступы к кнопкам бинт к соответственно индикации работы vtx и рекордера здесь у нас есть доступ к антеннам и соответственно с этой стороны у нас есть доступ к карточке значит можем беспрепятственно абсолютно подоткнуть кабель для прошивки для прошивки moonlight а в качестве антенн используются две обычные дипольки ну такая же вот фигня используется и на пава пика которые у нас комплектуются DJI O3 там тоже используются такие дипольки нормально они ловят для тех расстояние на которых летает вупа вполне достаточно таких антенн с верхней части у нас прям вот под стрейпом находится у нас полетник здесь есть я вижу какая-то защита мы сейчас вскроем и естественно разберем и посмотрим более детально все внутренности моторчики здесь установлены размером 1303 и номиналом 6000 кв с маркировочкой cadix fpv но что-то мне подсказывает что эти моторы cadix не производит а это моторы каких-то партнеров ну в общем то в принципе бог с ним это не критично где у нас располагается курсовая камера имеется вот такой вот козырек не знаю честно наверное защитную роль какую-то он должен играть возможно роль бленды хотя черт узнает потому что вся вот эта вот система она размещена на такой вот скажем так подвижной системе напечатана испытываю из тпу пластика мягкого вот для того чтобы у нас в общем-то гасились вибрации которые могут возникнуть при полете ну в принципе прикольно выглядит здесь вот камера как будто подвешена кронштейн имеет такую типу v-образную форму тоже все разберем посмотрим более детально я думаю что это хорошо то есть никаких вибраций плюс не еще у нас сам онлайн есть возможность писать гиро данные это можно пропустить через герофлоу я думаю картинка будет очень плавный с нижней стороны рамы есть у нас такой как бы защитный фартук тоже то есть если вы вдруг соответственно как-то неудачно приземлитесь да здесь вот есть такая типа защита прикольным прикольным вот из боков тоже вот эти вот шипы я думаю что они играют роль тоже такой никакой защиты силовой разъем у нас x-ти 30 и с этой же стороны у нас располагается антенна ел-рес приемника ну в общем-то внешний вид меня вполне устраивает пока я не знаю насчет прочности вот этого пластика пластик вот сами видите я вот так вот сгинаю до мну он деформируется но я думаю в принципе дакты должны быть ну прочные надеюсь по крайней мере на это в комплекте у нас отсутствует кронштейн для крепежа какой-либо внешней писалки либо это naked go pro либо это какой-нибудь там по 4k транкам или инсте 360 то здесь такого нету в общем то но я думаю можно наверное найти крепеж где-то придумать если кому-то надо но на самом деле это здесь не нужно потому что онлайн у нас пишет картинку 4k и в общем то это качество бывает в общем то достаточным для таких вот бытовых нужд для записи футажа чистого для себя для какого-то хоме мэйта дам условно домашнего видео домашних полетов ну для каких-то профессиональных может быть и не будет достаточно давайте разберем его посмотрим на полетник или посмотрим как здесь у нас все закреплено для того чтобы разобрать вуп то есть отсоединить вот эту вот карбоновую пластину от дактов нам необходимо открутить 5 винтов раз два три 4 5 вот здесь кстати хотел вот отдельно сказать по карбоновой пластине я вот при детальной при детальном рассмотрении очень долго думал карбон ли это вообще потому что ну очень интересно сделан здесь он только зашлифован очень хорошо и отмыт и я не вижу вот с этой стороны сейчас дам более крупный кадр но вот с вот этой стороны с и с той стороны в принципе не видно никаких волокон как будто бы это какой-то пластик до под давлением но если мы посмотрим с торца да мы видим слои и здесь их где-то примерно ну не знаю штук наверное восемь но я могу ошибаться ладно давайте разбирать вуп и в общем-то смотреть его внутренность используем отвертку шестигранник на полтора миллиметра винтики используются даже достаточно длинные где-то приблизительно 10 миллиметров наверно может быть 8 длинные 2 миллиметровые а и так открутили 5 винтов надо быть аккуратным с этой стороны у нас могут выпасть вот эти вот элементы стопу вот поэтому их снимаем и собственно можно разделить карбоновую пластину от дактов но тоже аккуратно потому что здесь вот у нас как видите имеется два кабеля этот кабель который у нас соединяет курсовую камеру с нашим цифровым монлайтом и кабель питания а нет это кабель у нас который собственно соединяет полетный контроллер с монлайтом он черный в общем такой необычный а вот с этой стороны на полетнике у нас есть разъем и его надо аккуратненько поддеть для того чтобы отсоединить монлайт от полетного контроллера отсоединили и у нас вы проспался на две половинки для того чтобы в дальнейшем было удобно работать с вупом давайте все-таки отсоединим курсовую камеру вернее как бы кронштейн на который накрепится здесь достаточно открутить вот этот вот винтик один и заодно посмотрим на этот кронштейн он из тпу из мягкого тпу который в общем то служит нас демпфером винтики кстати везде одинаковой длины поэтому сложно что-то перепутать все разъединили вот эту часть мы откладываем здесь вот у нас видите цифровая наша система вот таким вот образом выглядит кронштейн как я говорил он такой в образной формы просто соответственно на этом кронштейне закреплена камера и закреплен вот этот вот безумный козырек по моему пластмассовый есть этого пластик под давлением на сайте производителя здесь написано что вот этот вот козырек что собственно сами дакты кстати здесь вот очень хорошо видно неровность рамы да вот этой вот пластиковой то есть видите вот этот вот так немножко замят бывает так что дакты у нас яйцом бывают такие рамы в начальных версиях я еще раз повторюсь это не что-то я придумывает на самом деле так были рамы которые уж не знаю по какой причине приходили людям немножко деформированные дакты были яйцом и соответственно пропеллеры задевали за края вот этих вот колодцев здесь моем случае вот только один такой деформированный но ничего слава богу не задевает давайте посмотрим вот на эту часть с этой стороны у нас располагается полетный контроллер и здесь же у нас конденсатор вот так вот подпаян вот питание силовые провода никакие там не синий красный черный красный все черного цвета где плюс где минус хрен поймешь то есть для новичков тут как бы нужно смотреть на маркировку на плате если вы что-то там вас отпаялась или вам надо подпаять поэтому нужно быть аккуратным и все это дело выведено на xt30 силовой разъем для подключения аккумуляторной батареи моторы подпаяны не на разъемах это тоже очень хорошо хочу обратить ваше внимание что в мотор и прикручены на винты которые в свою очередь уже посажены на лактейт и так полетный контроллер у нас построен на проверенном и надежном процессоре f405 также здесь у нас есть гироскоп и акселерометр который реализован на микросхеме а7 42 688 это конечно не мпу 6000 но в принципе неплохое неплохая гира она в общем то сейчас используется в большинстве полетных контроллеров и и устанавливают но на мой взгляд импу 6000 это лучшая гира которая была когда-либо вообще в эпоху rc моделей но к сожалению сейчас ее можно найти только на старых моделей полетных контроллеров на полетнике интегрирован и лрс приемник здесь мы видим вот как раз антенну который с и пикс разъема у нас идет вот на эту т-образную антенку здесь у нас елрс 30 подключен он по у арту поэтому нас используется отдельный у арт порт и когда вы будете прошивать елрс приемник естественно надо при прошивке выбирать а прошивка чест через у арт на полетнике у нас имеется еще и регулятор то есть у нас такой мега комбайн здесь а регулятор здесь 20 амперный такой же регуль используется на полетных контроллерах btfp и это пава пика пава пика по моему да вот двухдюймовый и возможно по 20 сейчас точно не помню это это вот не точно но по моему там тоже 20 амперный регулятор есть черный ящик 8 мегабит мегабайт значит питание здесь этого полетника исключительно от 2 до 4 с к сожалению нельзя использовать аккумуляторную батарею 6s но зато можно использовать 4s high voltage размер отверстий посадочных 25 с половиной на 25 с половиной полетник имеет вроде как шесть у артов но доступно на самом деле из них только три а первый у арт здесь у нас используется под управление vtx то есть mcp портом msp порт подключен на втором арте у нас висит приемник ерлс и шестой у арт у нас свободен если смотреть в бета конфигураторе но есть одна проблема на сайте cadix fpv вы к сожалению не найдете информации по полетному контроллеру где какие контактные площадки у него расположены где какие выводы если вы захотите подпаять на данный полетник например компас или лет подсветку или биппер вас могут возникнуть некоторые проблемы но я вам помогу я обратился в техподдержку и они мне услужливо выслали схему схему расположения контактов на данном полетники этот полетник естественно cadix fpv не производил собственными силами это полетник каких-то партнеров мы это наверное никогда не узнаем но вот информация все-таки о том где чего расположен на этом полетном контроллере у меня есть вы можете заскринить или поставить на паузу данное видео и посмотреть давайте немножечко рассмотрим данную схему как я уже говорил и лрс приемник у нас подключен по уарту на второй на второй уар да и вот здесь вот мы видим что у нас именно на tx и на tx и rx2 запаяны вот такие перемычки тем самым у нас происходит внутренняя коммутация приемника который расположен вот в этой вот части на соответственно цепи в полетном контроллере единственный минус данного полетника я сразу хочу сказать что это полетник не для новичков если вы захотите сюда что-то подпаять а точнее например вот бизер да вот здесь вот есть вот контактные площадки очень очень маленькие и в общем то надо уметь паять надо уметь паять именно мелкие детали и если вы умеете это делать то вы без проблем припаяете к данному полетнику внешний бизер извините также можно припаять купить gps внешний gps и вы можете его припаять например на 6 war как я уже сказал 6 war свободен вот пожалуйста две площадки rxtx также здесь у нас есть s-blast шина с этой стороны мы можем подпаять леды есть три площадки под управление ледами лет стрип опять вольт и соответственно земля если мы посмотрим на схему с другой стороны мы увидим вот здесь вот распиновку вот этого вот разъема которому нас подключен мунлайт и по разъемам по вовернее по пинам мы видим что в принципе суда без проблем можно подключить о 3 поэтому если вам не нравится мунлайт или вы купили например хотите собрать отдельно вуп на раме от гоу фильм и хотите использовать этот полетный контроллер но у вас есть например джай у 3 вы можете сюда подключить и без проблем данный цифровой видеолинк на полетники у нас уже настроены все пиды то есть он полностью протюнингован включен включены рпм фильтры и включен двухсторонний дэшот вот такой вот полетник здесь используют cadix fpv да я забыл немаловажный факт хотел вам рассказать про барометр на полетники есть барометр как я говорил раньше мы его можем здесь вот видеть вот с этой стороны вот это вот блестящая микросхемка с отверстием но к сожалению в прошивке стоковой которая у нас идет завода то есть cadix fpv сделал под этот вуп свою прошивку и исключил оттуда код работы с данным сенсором и поэтому вы его не найдете не во вкладке сенсоры и не увидите соответственно вот это вот барометр по команде статус он не отображается то есть в прошивке которая сюда накатывают cadix fpv барометр не поддерживается но его можно использовать если вы в общем-то зальете обычную прошивку обновите прошивку бета fly в данном полетники на какую-нибудь последнюю ну в соответствии с данным таргетом барометр здесь будет работать вот но на самом деле барометр я даже не знаю для данного вупа в принципе знать на какой высоте он летит ну всегда это полезная информация но не особо критично до режимы которые используют данный сенсор это удержание высоты на основании данных полученных от барометра ну в общем то наверное здесь тоже таких такие режимы они ну не используются для чего нужен данный вуп да для каких-то пролетов съемки синематика причем не на больших расстояниях а так вот вокруг себя примерно где-то в 500 метрах от себя поэтому простые обычные режимы стабилизации основаны на данных сенсоров гироскопа акселерометра здесь вполне достаточно что касается цифрового видео линка муна light я специально про него не рассказываю в отдельной и подробно потому что у меня есть подробнейшее видео обзора и в общем-то видео о том как я сломал своему онлайн поэтому ссылочки будут везде вот здесь вот кому интересно можете посмотреть цифровая система на самом деле весьма интересная это все что я вам хотел рассказать и показать по конструктиву данного вупа в следующем эпизоде мы рассмотрим как забиндить данный вуп к своим очкам как настроить аппаратуру управления для управления данным вупом ну и естественно полетаем составим свое мнение насколько данный вуп хорош в полете все ребят на этом все большое спасибо за просмотр подписываемся на канал ставим лайки дизлайки пишем комментарии все как обычно пока